МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости. Меня зовут Дмитрий Книга. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Веселый хоровод в завидном. Праздник для детей и их родителей. Участвуем во всех конкурсах и стараемся победить. Кружево зимы. Выставка в Центре культуры «Мечта». Работы самых маленьких детей мы представили на выставке пастелью. Сказочное представление в совхозе имени Ленина. Очень здорово. Ребенку тоже понравилось. Новости правительства Московской области. Жители Подмосковья призвали голосовать за ремонт и строительство тротуаров вдоль автодорог. Голосование на портале Добродел продлится до 28 января. Приступить же к работам планируется после подведения итогов в мае с наступлением благоприятных погодных условий. Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, в планах дорожников обустроить около 470 тротуаров общей протяженностью 265 километров. Все предложения, обещают в региональном правительстве, будут рассмотрены при утверждении программы на 2019 год. Семьи, живущие в микрорайоне Завидное, приняли участие в игровой программе с задорным названием «Веселый хоровод». В ходе мероприятия дети и взрослые соревновались в русских народных забавах, танцевали и пели песни. На праздники побывала наша съемочная группа. Долго запрягают, да быстро едут. Эти слова точно описывают ход игровой программы. Поначалу взрослые оставались в сторонке, в то время как их дети уже начали веселиться вместе со сказочными персонажами. Однако спустя некоторое время, наблюдая за счастливыми лицами ребятишек, родители присоединились к танцам и конкурсам. Такие праздники сплочают, семью, детей развлекают очень интересно. Учат добро. Русские народные такие, мы вспоминаем, забавы, игры. Разнообразие конкурсов не давало замерзнуть участникам праздников. В командах дети наряжали на скорость елки, скакали на конях и умело пользовались хоккейной клюшкой. Веселый хоровод и забавные танцы с легкостью увлекли каждого пришедшего. В тот день одними из самых активных были Дарья и ее сын Тимофей. Мальчику понравился весь праздник в целом, а для мамы куда важнее была радость собственного ребенка. Все очень хорошо, все продумано, все организовано, очень все замечательно. Нам очень нравится, участвуем во всех конкурсах и стараемся победить. Развлечения обрадовали всех гостей мероприятия. Однако главная задача организаторов праздника заключалась в объединении жителей микрорайона. Когда мы приезжаем и говорим, кто друг друга знает, да, у нас с этого начиналась программа. Кто знает тех, кто рядом с тобой в хороводе? Не знает никто. Наша задача, как у Гены и Чебурашки, передружить. Мы тоже надеемся, что на нашем празднике будет положено начало дружбы, дружбы семей, детей. И они будут играть, гулять и расти вместе дальше дружно. Веселый хоровод получился на славу. Мероприятие с конкурсами и танцами не только смогло согреть каждого, но и рассказать о русских народных забавах. Об успехе праздника ярче всего говорили улыбки детей и радость их родителей. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Видное ТВ. В Центре культуры, спорта и работы с молодежью мечта в поселке Измайлово открылась выставка «Кружево зимы», приуроченная к Новому году, Рождеству и Крещению. Авторы экспозиции – ученики кружков по рисованию и декупажу. Некоторым юным художникам всего по 3-4 года. О тех, кто создавал эти зимние кружева, расскажет Екатерина Борисова. К приезду нашей съемочной группы выставка была почти готова. Оставались последние штрихи – наклеить имена юных творцов. Открытие экспозиции ребята ждут с нетерпением. Для кого-то она первая в жизни. Директор Центра Петр Островерхов уверен, такие выставки детям необходимы. Ребенок приходит, он стремится, он видит, что, ну скажем, кто-то делает, и он старается как бы сделать это, может быть, даже более лучше, более качественно. Это как развитие детей. Это в любом случае нужно. Выставка у нас, вообще-то, она включительно до 13-го числа, а потом после этого у нас будет подведение итогов и награждение. Карине Мхитарян всего пять, но, несмотря на юный возраст, девочка успевает заниматься и живописью, и вокалом, а также ходит в театральный кружок. Все в центре мечта. На выставке представлены сразу две работы юной художницы. Карина очень талантливая девочка, да, ей на сегодняшний день пять лет, но она очень многого достигла. Можно сказать, что не хуже десятилетних детей, даже несмотря на то, что она только с сентября месяца ходит на занятия. Впрочем, в художественном кружке «Мир фантазий» есть и более юные воспитанники. Некоторым всего по 3-4 года. Работы самых маленьких детей мы представили на выставке пастелью. Использовали также декоративные предметы, и блестки, и клеем они пробовали, то есть разные техники. С более старшими детками мы рисовали более сложные работы, работы гуашью. А вот кружок декупажа «Необыкновенное чудо» посещают ребята постарше, от 10-12 лет. Их работы тоже представлены на выставке. Дети не только декорируют различные предметы в этой необычной технике, но и выжигают по дереву. Всего в центре работает 31 кружок. Их посещают более 400 человек. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Елена Кошлева, Видное ТВ. Праздничные мероприятия проводились на протяжении новогодних каникул на территории всего муниципалитета. В сельском поселении Молоковское прошла развлекательная программа для детей под названием «Чудеса с доставкой на дом». Подробности в нашем следующем сюжете. В жилой комплекс «Пригород-Лесное» сельского поселения Молоковское пришли чудеса с доставкой на дом. Именно так называется развлекательная праздничная программа для детей, подготовленная силами сотрудников Дома культуры «Буревестник». Сегодня игровая программа. Мы, как правило, устраиваем игровые программы по нашим деревням. И сегодня также мы пришли с детьми повеселиться, поиграть, поплясать, поводить хороводы вокруг елочки, встретить Дедушку Мороза, ну и, конечно же, порезвиться в зимние забавы русские народные. Несмотря на морозную погоду, а на термометре было минус 12, на площадке собралось много детей и их родителей. Вместе с «Зимушкой зимой» и ее помощницами-снежинками ребята разминались под музыку, чтобы не замерзнуть. А потом начались конкурсы. Две команды соревновались между собой, кто быстрее нарядит елочку. Причем лесными красавицами стали сами участницы игры. Затем у каждого была возможность загадать желание, которое обязательно исполнится. Возьмете снежочек, пошепчете на него желание, только тихонько, чтобы никто не услышал. Потом я подойду к вам, вы должны бросить в волшебный мешок снежочек, и если попадете, значит желание ваше сбудется. Мешок оказался полным новогодних желаний, а чтобы их исполнить, нужно было позвать главного волшебника Деда Мороза. Когда он появился на площадке, детвора его буквально облепила. Вместе с ребятами Дед Мороз еще долго пел песни и водил хороводы. Детям нравится, все ярко, Дед Мороз отличный, в общем весело, все хорошо. Здорово, конечно, это прекрасно, когда в таких ЖК устраивают праздник. Это очень здорово, очень круто. Да, дочь? Нравится? Нравится, классно. Даже если родители между собой не знакомы, то они в любом случае познакомятся, если дети будут здесь отдыхать вместе. Свои выездные тематические программы сотрудники Дома культуры «Буревестник» проводят по различным поводам, как зимой, так и летом. А значит, у жителей новостроек будет еще возможность познакомиться между собой. Татьяна Брылова, Дмитрий Книгов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В жилом комплексе «Государев дом» открылась необычная ярмарка. От многих других отличается она тем, что организована силами местных жителей. Ярко украшенную веранду для нее безвозмездно предоставил владелец одного из местных кафе. Житель жилого комплекса Владимир Максимов снял мероприятие на свой мобильный телефон и прислал к нам в редакцию. Несмотря на то, что в почтовом адресе этого места значится деревня Лопатина, новогодняя ярмарка, открывшаяся на солнечном бульваре, совсем не похожа на сельский рынок. Квашины, капусты и сало здесь не купишь, а вот всевозможных приятных сувениров сколько угодно. В основном изделия ручной работы. Все участники рассматривались с нашего ЖК, который живут у нас. Все участники все делают вручную, дома. Основная задача, чтобы они все познакомились с жителями нашего ЖК. Ароматическое мыло и мягкие игрушки, вручную сделанные шоколадные лакомства и вязаные варежки. Украшения и картины. С пустыми руками уйти отсюда было трудно. Ярмарка работала на протяжении всех новогодних каникул и привлекла около 15 участников. Часть выручки от продажи сувениров отчислялась в фонд «Столица милосердия». Все врученные деньги на сегодняшний день пойдут на благотворительность, на закупку новогодних подарков для детей-сирот из детских учреждений, государственных учреждений, Центра содействия семейным воспитаниям. Это Московская область, Москва. Все деньги уйдут туда. Участники мероприятия передали в благотворительный фонд множество продуктов, игрушек и сувениров. И собрали более 11 тысяч рублей. Эта ярмарка – еще одно подтверждение. Делать добро несложно. Было бы желание. Сказочным представлением для самых маленьких отметили Новый год в совхозе имени Ленина. «Елка» главы поселения проходит уже в десятый раз и традиционно собирает сотни ребят. В этом году новогодний спектакль подготовили актеры Пушкинского областного театра. Какие впечатления у детей остались после просмотра представления, расскажет Юлия Погасьян. Зал Дома культуры совхоза имени Ленина наполняется детьми. На сцену выходят Дед Мороз и Снегурочка, чтобы ознаменовать начало сказочного праздника – «Елки» главы поселения. Этой традиции уже 10 лет. Представления всегда яркие и красочные. Мы же всегда говорим о том, что мы строим территорию социального оптимизма. Это, в общем-то, территория, на которой комфортно жить всем. И опыт показывает, что действительно это удобно и комфортно, потому что детям надо веселиться, детям надо играть, развлекаться. В этом году детей развлекали актеры Пушкинского областного театра. Они решили не останавливаться на какой-то одной популярной сказке, а собрали в постановке сразу несколько сказочных сюжетов. События разворачиваются вокруг Бабы-Яги, Кощея Бессмертного, Коварной Злодейки и Отважного Федора, который навел порядок в королевстве. Дети наблюдали за действием на сцене с трепетом. Смысл был глубоким. Всей семье понравилось. Чему больше всего понравилось? Кто из героев? Мне это... Мне это... Мне это... Баба-Яга. Мне очень понравилось. Мне Кощея Бессмертный. Вместе с ребятами спектакль смогли посмотреть и их родители. Новоиспеченные жители совхоза, мама Ольга и сын Даниил, не ожидали такого подарка. В их родном городе попасть на елку подобного масштаба бесплатно могут только льготные категории. Они остались в восторге от похода на праздник. Первый раз на вашей елке я еще удивилась, что вот... Ну, очень-очень здорово. Ребенку тоже понравилось, да, Дань? Что больше понравилось? Мне больше понравился Кощея Бессмертный. Почему? Потому что у него как-то блестели. По окончанию сказочного представления в холле Дома культуры ребят ждал еще один сюрприз. Каждый ребенок получил набор конфет. Юлия Погосян, Егор Хлябич, Елена Кошлева. Видно этого. И о погоде. В пятницу пройдет небольшой снег и будет переменная облачность. Днем и ночью около минус 12 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На сегодня это все. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин